доброе утро друзья короче кто куда а я воскресным утром опять отправляюсь в малагу сегодня мы идем в поход по каштановым лесам так автобус мой уже стоит я прям без пяти пришла так ну наше путешествие началось как видите народу нас много полный автобус пришел местный гид сейчас мы отправимся в путь как видите все дома украшены везде цветы разумеется в деревне уже все собрались в местном культурном центре баре да и типичнейшие испанская деревенька над лавочкой надпись поцелуй меня в парауте и конечно же все бросились целоваться тут сразу встречает нас ярмарка так птички уже есть свистульки хлеб зачетный 2 килограмма вот здесь орехи в меду продают так здесь орехи в меду продают чеки орехи велосипедисты тоже пытаются проехать здесь трафик как на рынке в субботу не протолкнуться местный художник здесь постарался и поэтому на маршруте очень много семей с детьми так для прокладавшихся здесь есть подхарчица купить водички так тут у нас такой вот пегас как видите не зарастет народная тропа здесь движение идет в обе стороны не старый млад семьи с детьми никогда не видел такой толпепой на пешеходной тропе но это каштановые леса вокруг теперь мы вышли на другой маршрут здесь слава богу поспокойней можно насладиться пейзажами и мы идем в следующую деревню который называется игуалеха что то я убежал опять от своей группы надо посмотреть где они а то однажды уже было я как помчалась по горам по долам группа уже давным-давно вернулась а я еще не понятно где пришлось в припрыжку бежать назад но ничего теперь я держусь с группой вон они вон моя группа а вот там мы только что были внизу вон там ларьки где орешки в меду продавались так мы здесь шагаем с горку на горку сейчас проходили там было предостережение что здесь пчелы так что каштановый мед это вовсе не маркетинговый ход здесь действительно каштановые леса и здесь собирают каштановый мед так после привала мы перекусили теперь тропа сузилась и идет вверх я наверно так плотненько подзакусила здесь подъем не по-детски крутой а нормалек так интересно все дойдут или не все фух в общем я думаю курильщики на этом маршруте сдохли звонили гиду просили забрать их на автобусе не могут пройти маршрут до финиша мы пришли в соседнюю деревню Игуалеха так здесь сыра как бы ничего рахнуться как бы ничего рахнуться ой 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 так здесь можно набрать питьевой воды а здесь призыв поцелуй меня в Игуалехе так мы пришли в Игуалеху в ресторан нам здесь заказан стол и мы будем здесь обедать где где мои подружки пиявки и лягушки как видите испанские харчевни это не про тишину вся деревня здесь собралась вся деревня здесь собралась типа как деревенский клуб папа вау вау а а лу вау она но типичная притипичная испании Обратите внимание, как чисто везде Вода не проходит санитарный контор Продолжение следует... Так, а здесь продается продукция из каштанов и орехи Орехов-то, пожалуй, надо купить Каштаны Это миндаль О, затарилась 4 килограмма миндаля Эвкалипты Вон они Все, грузимся в обратный путь Скала плачет На этом я с вами прощаюсь Спасибо за внимание И до новых встреч Чао